Ребят, здорово, Шамшурин, что-то давно ничего не выкладывал, и тут пришли какие-то мысли по поводу открытости и осознанности. Ну, на эти мысли меня натолкнули определенные люди, не буду вам врать, значит, смотрите, в этом видосе я себе накидал здесь что-то по теме открытости, и вот, собственно, начнем с чего. Значит, смотри, для того, чтобы, ну, как происходят изменения вообще в жизни, да, то есть, если ты здесь на этом канале, значит, скорее всего, ты развиваешься, ты меняешься, ты хочешь что-то улучшить, изменить и так далее. Как происходят изменения? Первое, сначала ты понимаешь, что с тобой что-то не так, ну, то есть, что тебя что-то не устраивает, что какие-то жизненные обстоятельства, они не доставляют тебе удовольствия, радости и счастья. Второе, потом ты понимаешь, что именно, то есть, ты начинаешь думать, а чё это я такой грустненький, типа, а чё это я какой-то недовольный, несчастливый и нерадостный. И ты осознаешь и понимаешь, что именно тебя не устраивает, то есть, ты понимаешь, что именно надо поменять. Третье, потом ты делаешь выбор и, ну, принимаешь решение идти до конца, соответственно. По поводу выбора такая штука, что если ты сделал выбор по-настоящему, внутренний выбор, да, есть внешний выбор, есть внутренний выбор. Если ты делаешь выбор по-настоящему, никто не говорит, что будет вот так вот по щелчку всё легко, гладко и классно, то есть, но выбор это такая штука, что когда ты падаешь на пути к своим каким-то изменениям, к целям, ты запинаешься, ты останавливаешься, ты опускаешь руки, поскольку выбор сделан, то есть, ты опять собираешься, опять собираешься в кучу и идёшь дальше. То есть, ты поднимаешься и идёшь, падаешь, поднимаешься и идёшь. Ты решил, допустим, там, не знаю, бросить курить, ты бросил курить, сорвался через пять дней, потом опять, говоришь, нет, всё, в пизду. Ещё день покурил, такой, говоришь, нет, я же выбрал не курить. И ты опять, то есть, ты постоянно делаешь попытки, не знаю, какая-то есть магическая книжка, как бросить курить. Ты идёшь, там, не знаю, к наркологу, ты идёшь на какие-то практики, ты заставляешь тебя, ты споришь, то есть, ну, ты всё равно делаешь какие-то попытки для того, чтобы бросить курить. И если выбор сделан по-настоящему, внутренний, да, а не внешний, не для кого-то, а для себя, то вопрос, когда ты совсем откажешься от сигарет, это вопрос времени, ты всё равно их победишь, ну, как-то так. И четвертое, ну то есть к чему я это? У меня были ситуации такие, например, я сейчас просто вспоминал про какие-то квартирные вопросы, то есть у меня были где-то году в 15-16 моменты, когда мне пришлось взять или в 14-м кредитную карту, потому что у меня все было вроде до этого уже классно, я уже нормально зарабатывал на тренингах, потом случился такой небольшой кризис и получается история такая, что мне пришлось взять кредитку, чтобы оплатить. Чтобы заплатить жилье, чтобы заплатить за съемную квартиру, за аренду квартиры, мне нечем было платить. И еще я пошел к хозяину этой квартиры, попросил пожить за депозит еще один месяц. Но к чему это? Я же не уехал обратно к себе в колхоз, то есть я не перестал этим заниматься. И таких падений, ну это мягко говоря падение, вернее это такое мягкое падение, потому что бывают сильные катастрофы в жизни, то есть они не должны вас останавливать. И четвертое, в конце концов, ты получаешь желаемое. То есть ты, это говорит вообще не только о материальном, может быть там ты нашел себе любимую женщину, может быть ты сделал себе то тело, которое ты хочешь, вылечился, куда-то переехал, то есть в конце концов ты получаешь желаемое. И как бы фишка в чем? То есть так происходят изменения. Этого всего не произойдет, если ты, ну если первого и второго пункта не будет, скажем так. Если ты застрянешь на первом и втором пункте, то есть о чем? Если ты не признаешь сам себе, что что-то не нравится, то есть люди пытаются не лезть туда внутрь, вглубь себя, потому что там бывает очень больно, очень стрёмно, очень грязно. То есть многие просто не хотят копаться в этом дерьме, они просто живут и живут. Они предпочитают закрывать глаза. Но самого себя не обманешь, есть внутренние конфликты, которые тебя разрывают и они влияют на твою жизнь. Некоторые их даже не осознают. То есть если у тебя нет осознания, что что-то не так и уж тем более второго пункта, что понимание, что именно не так и что делать для того, чтобы все поменять, то без этого никакого результата не будет. Я замечаю такую херню, что многие люди, особенно там, ну те, которых я вижу в нашей стране, которые в каком-то ближайшем окружении, они реально предпочитают не думать, что с ними что-то не так. То есть они предпочитают закрывать глаза на то, что их не устраивает. Кстати, рост, да, я уже хотел об этом сказать еще раз говорю, он никогда не происходит вот так вот гладко. То есть если вы будете ждать, что сейчас все вот так вот по щелчку пальца изменится, это тоже иллюзия, это тоже неправильно. Поэтому, ребят, здесь вам надо засучить рукава. Как понять, то есть если вы один из этих людей, который не может на первом и втором пункте застрял, не может ничего понять. То есть как понять, что что-то не так? Если ты счастлив, ну все же очень просто. Если ты не завидуешь успехам других людей, если тебя они никак не касаются и не парят, если ты за них радуешься, если оставаясь наедине с самим собой, ты чувствуешь какое-то умиротворение, не знаю, идиллию и так далее, то все зашибись. Но если что-то не так, тогда надо спрашивать себя, разговаривать с собой, быть с собой честным. Какого хрена, что со мной не так? Почему прямо сейчас я такой несчастный? Что мне не нравится? Что мне нужно изменить? И так и будет, ребят. То есть если вы об этом будете забывать, есть там законы ухода, люди начинают бухать, много работать. Разные бывают законы ухода. То есть вы все равно от этого никуда не денетесь. Если вы несчастливы, оно будет грызть вас изнутри. И, соответственно, я тут какие-то пункты накидал. Значит, открытость и осознанность, это относится не только к информации, да? То есть, опять же, вы должны быть открытыми, в первую очередь, открытыми миру. Люди, бывает, работают на какой-то работе, и их она не устраивает, но не могут ее сменить или не могут идти куда-то дальше, потому что они начинают из неизвестности, из страха перед неизвестностью, из страха, что будет еще хуже. Всем руководит страх, к сожалению, да? Они начинают сами себе говорить, ой, а там будет еще хуже, ой, кто мне больше заплатит? Да тут все нормально, сейчас все наладится, а по итогу ничего не налаживается. То есть, по итогу все становится еще хуже. Многим людям просто удобно быть закрытыми и неосознанными. Это даже не надо комментировать. Всегда проще говорить, что все богатые жулики, всегда проще говорить, что все женщины меркантильные шлюхи, потому что если признать, что проблема в тебе, придется что-то делать. Делать-то нам не особая охота. Говорить, что все женщины меркантильные шлюхи, кстати, это не открытость. Я прекрасно знаю этих людей, которые так говорят. Фишка в чем, ребят? Значит, смотрите, я бы их прекрасно понял. Возможно, что ты тоже сейчас ловишь себя на таких мыслях, что вот им нужны богатые, им нужны такие-то, я им не нужен. Те люди, которые говорят, что все женщины плохие, такие-сякие, косые, кривые, расчетливые и так далее. У меня к вам вопрос. Если бы вы могли легко познакомиться, легко соблазнить, заинтересовать собой, сделать вокруг себя некий гарем, когда вокруг вас 5-6 женщин, найти себе самую классную. Если бы эти люди могли все это делать, вот легко, прям по щелчку пальца, но при этом в конце всего этого все равно бы говорили, там, не знаю, вылезшие из-под 5 женщин в своей постели, говорили, слушай, и все-таки они меркантильные шлюхи, да, да, черт возьми, все-таки они там плохие твари, там, расчетливые, циничные и так далее. Там всякие там эпитеты. Окей, не проблема, то есть вы это можете, но вы просто выбрали, блядь, что-то мне не нравится, они все равно меркантильные. Но истина выглядит совершенно иначе. То есть люди, которые так говорят про то, что там все богатые жулики, все телки-шлюхи и так далее, эти люди никогда не были с той стороны. То есть они не были богаты, они не зарабатывали больших денег. Они не... у них не было там красивой женщины, то есть они никогда этим женщинам не нравились и так далее. Вот. Как это работает? Это элементарная, обычная, сука, просто защитная реакция нашего мозга, нашего организма. Все очень просто. Ну, просто предельно просто. Наш мозг устроен таким образом, что, ну, как бы в сторону того объекта, который вы не можете получить, человек часто начинает агрессировать. Отсюда очень много вот этих всяких там антибабских движений, каких-то там... с форума у них какие-то, блядь, какая-то хуйня, честно говоря, извините за мой французский. Потому что они не могут этого получить, поэтому они реально объединяются в кучки, в стайки и начинают засирать то, что им недоступно. Элементарная защитная реакция мозга, еще раз. Почему? Потому что если ты будешь агрессировать в сторону желаемого объекта, тебе как-то проще объяснить, почему у тебя его нет. Да ну нахер, они же шлюхи, там, я что, я же не жулик какой-то, зачем мне этот Мерседес и так далее. Но это неэффективно. То есть это, да, это вам станет проще объяснить себе свое бездействие, почему у вас этого нет, это вас успокоит. Но по большому счету в вашей жизни ни хера не изменится, ничего не произойдет хорошего. То есть вы так и будете негативить. И когда это количество негативного переполнит вас, вы уже рискуете, ну, скажем так, заболеть психологическим расстройством или даже там психиатрическим заболеванием. Таких людей я видел, их достаточно много. Вот, это может вообще вылиться во что-то очень нехорошее. Конечно, потому что всегда проще сказать, что типа на Мерседесе едет там какой-то жулик, вор и мошенник, что там Шамшурин, инфо-цыган, не знаю, кто там еще, там, телки, проститутки, чем самому себе сказать, что ты просто лох, который ничего не делает, который боится, который в плену своих страхов, который не может через это перешагнуть, который просто бездействует. Это очень удобная позиция. Отсюда так много сейчас вот этих всех, скажем, антиженских движений и так далее. Итак, ребят, значит, смотрите, поэтому самое главное, по сути, мысль этого видоса была такая, что в первую очередь еще раз, да, нужно быть открытым, то есть нужно, чтобы эти первые два пункта не хромали. Если вы хотите что-то изменить и выбираете что-то поменять в своей жизни, выбираете изменить свою жизнь, свое состояние, свое ощущение счастья какое-то найти в себе, вы в любом случае должны быть осознанными, первое, да, и второе, вы должны быть открытыми. То есть если вы будете неосознанны, неоткрыты, ни хера не поменяйте, это самая-самая основа. То есть то же самое, что человек кашляет, у него там уже кашля с кровью пошел, он идет к врачу и говорит, врач, какая-то херня, давай лечить, а. Вот, то есть он осознанно понимает, что с ним что-то не так, он понимает, что ему надо, не знаю, к пульмонологу или к лору, то есть он идет к этим врачам, вот, вот его действия, он понимает, что с этим делать. И это также глупо, если вы кашляете кровью, при этом вы говорите, не, не, все нормально, это я просто подавился. Большинство людей, к сожалению, для них, и даже, ну, не пониманию этого, выбирают обманывать себя, говорить, что они просто подавились. Смотрите, ребят, под этим видео у меня есть отрывок моей новой книжки МК-1, если вы ее еще не читали, если вы ее читали, то очень круто, я надеюсь, что вам она понравилась. Если вы ее еще не читали, то под этим видео прямо сейчас по ссылке вы можете зайти, прочитать отрывок из моей книжки МК-1, отрывок называется, ну, об открытости. То есть там как раз вы себя очень сильно узнаете. Ну, многие из вас точно себя узнают, я могу с этим даже поспорить. Вот, обязательно прочитайте его. Также, ребят, значит, важная информация для жителей Петербурга, северной столицы, в которой я сейчас и нахожусь, значит, 19 октября в субботу днем состоится практический семинар. То есть вы придете и будете заниматься практикой. То есть те, кто уже долго смотрит канал, но ничего не делает, для вас это отличный повод. Практический семинар с моим тренером Юрием Сенцовым. Это самый жесткий тренер нашего проекта. Пиздюлей гарантированно получат все, причем это будут очень целебные люли. 19 числа только 5 человек туда мы возьмем. Юра просто находится в этом городе, ведет индивидуалки, поэтому, собственно говоря, вы можете туда записаться. Также под видео информация, как туда попасть. Питерцы, торопитесь, скоро все женщины закутаются в шубы, вы их просто не увидите. Ну и, конечно же, я всех жду, ребята, с 7 по 10 и ноября на моем тренинге практика в Москве, где я вместе с моей командой, мы будем вправлять вам мозги так, как мы это умеем. Я все больше, чем больше человек учится, тем больше, ну, нормальный человек адекватный, тем больше он начинает быть критичным к себе. В моем случае моя критичность в последнее время зашкаливает, то есть 12 лет опыта пикапа и абсолютное понимание всех ситуаций с женщинами, которыми я готов поделиться с тобой. С одной стороны, с другой стороны, все больше понимаю, что мне нужно еще больше знаний, чтобы помочь вам, потому что я все больше вижу людей, которые приходят на мой тренинг не за тем, чтобы найти себе женщину. За каким-то другим делом, то есть за какой-то мотивацией, за вдохновением, за пинком, за тем, чтобы вытащить себя из какой-то жизненной ямы. И здесь мне нужны знания, поэтому я сейчас активно развиваюсь в этом вопросе сам. Итак, ребята, значит, отрывок из книги про открытость здесь, под этим видео. Всех приглашаю на мастер-класс, практический мастер-класс с Юрой 19-го числа, также записывайтесь, и всех жду на тренинге практика с 7 по 10 ноября в Москве. Будет очень круто, в любую погоду будет очень жарко. Это был Шамшурин, пока.